Какие продукты Тенториум помогут в борьбе с гипертонией? Тенториум разработал специальную профилактическую программу «Здоровое сердце и сосуды». В нее входит 7 продуктов. Если условно разделить продукты пчеловодства по механизму их действия, то можно выделить 3 группы. Первая группа – продукты пчеловодства для снижения уровня артериального давления. Это мед и медовые композиции – дрожжи «Формула Ра», бальзам «Сорбус». Выбранная группа продуктов мягко и безопасно снижает артериальное давление, оказывает легкий мочегонный эффект, расслабляет спазмированные мышцы и сосуды, улучшает кровоснабжение и укрепляет стенки сосудов. Вторая группа – продукты пчеловодства для улучшения липидного спектра крови. Это дрожжи «Хлебина», медовые композиции «Апифитотонус», бальзам «Апихит». Третья группа – это продукты пчеловодства для снижения риска образования тромбов. Продукт номер один и апикрем с пчелиным ядом. В составе программы только натуральные компоненты. В продукте номер один они улучшают реологические свойства крови, то есть снижают вязкость крови, предотвращают тромбообразование, способствуют снятию сосудистого спазма, восстанавливают эластичность сосуда. В дрожжах «Хлебина» оказывают антисклеротический эффект, восстанавливают деятельность сердечно-сосудистой и других систем организма. В медовой композиции «Апифитотонус» активные компоненты способствуют нормализации артериального давления, профилактике склеротических изменений сосудов и укреплению стенок сосудов, а также улучшению показателей крови. Оказывают кардиотоническое действие, обеспечивают восстановление после инфаркта миокарда и инсульта. В драже формуле «РА» способствует снижению артериального давления при гипертонии, предупреждают возрастные изменения в сосудах. В сиропе «Сорбус» мягко снижает артериальное давление при гипертонии, укрепляет кровеносные сосуды. В бальзаме «Апихит», который является универсальным сорбентом, натуральные вещества очищают организм, препятствуют отложению холестерина, нормализуют давление, препятствуют ломкости капилляров. Апикрем с пчелиным ядом оказывает антисклеротический эффект, способствует снижению вязкости крови, тромбообразованию и восстанавливает эластичность сосудов. Какие преимущества программы? Первое – это только натуральный состав. В программе нет синтетических компонентов, гормонов, антибиотиков, отсутствуют запрещенные, сильнодействующие вещества. Входящие в программу продукты традиционны и узнаваемы, биодоступны и отлично усваиваются организмом человека. Ее отличают высокие органолептические, то есть вкусовые свойства. Второе – возможность использования в разных комбинациях, сочетая как с продуктами питания, так и с фармакологическими средствами. Третье – комплексное оздоравливающее действие на весь организм. Апифитопродукты в программе оказывают доказанный клинический эффект, подтвержденный современной медициной. Так, в 2014 году получен патент по результатам изучения оценки и коррекции факторов кардиоваскулярного риска при помощи апифитопродукции. В 2015 году по материалам реализации программы научно-исследовательской работы и пилотного проекта выпущены учебные методические пособия, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством спорта. Как принимать программу? Программа состоит из 7 продуктов и рассчитана на 4 недели непрерывного приема, что составляет 1 курс. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний программу принимать следует 2 курса в год. При наличии заболеваний органов кровообращения рекомендуется принимать программу 2 курса, то есть 2 месяца подряд с перерывом 1 месяц. Бальзам апифит по 5-7 капель 3 раза в день за 30 минут до еды. Продукт номер 1. Следует начинать прием с 5 капель на 1 треть стакана жидкости 3 раза в день за 20 минут до еды, ежедневно добавляя по 1-2 капли, доведя дозировку до 20-30 капель. Дрожжа хлебина по 3-4 гранулы 3 раза в день после еды. Сироп сорбус. Одну чайную ложку растворить в стакане любимого напитка и принимать 1-2 раза в день в первой половине дня. Апикрем. Антисклеротический крем. Небольшое количество крема втирать в биологически активные зоны 2 раза в день. Дрожжа формула РА по 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 20-30 минут до еды. Апифитотонус по пол чайной ложки 2 раза в день в первой половине дня под язык до еды. На этом все. Спасибо за просмотр. Если у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях. Обязательно отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok